А денек сегодня офигенский Днем солнышко А ночью под 20 Но днем тоже особо не оттаивает Такой вот у нас закат Красота Ну а мы продолжаем Каркасник, в общем-то утепляем Полы и потолки доделали Все закрыли В синях там все закрыл И пошли делать стены Соответственно сначала идем Десятку И потом в накладку будет пятерка Вот под нее уже обрешетка Но тут будет закрыта гипсокартоном Поэтому пока не делаю А дальше у нас будет закрыта пароизоляция Поэтому сейчас вот десятку пройду Потом нашью Обрешетку Заложу пятерку И закрою пароизоляцией Вот видите как у инии на саморезах То есть здесь солнышко нагревает И уже гораздо теплее Поэтому днем оно вот Более-менее Ну а за ночь конечно все выхолаживается Потому что утепление еще Ну не готово до конца Только полупотолок И стена вот только-только идет Но тем не менее Вот смотрите что происходит на металле И так на всех метизах То есть вот эта хрень Внедряется в ваши дома С улицы По всем-по всем вот этим вот Мостикам холода И конденсат Ну конденсат понятно что образовывается везде Но на металле все-таки он Так вот более явно виден И металл его не впитывает А так конденсат естественно И в утеплителе внутри И на дереве И внутри дерева Но так как он впитывается Его так вот не видно А на металле прям так вот показательно Ну и соответственно утеплитель Минвата базальтовая Без разницы базальтовая Она или стекловата Потому что она с двух сторон Все равно закрывается Никакого от него испарения Стекло по приключению не летает Самый оптимальный утеплитель Для деревянного каркаса Потому что и то и то паропроницаемое То есть и то и то дышащее Поэтому у нас вот эта вся система Она полностью паропроницаемая И дышащая И соответственно имеет возможность Ну вот так как мы изнутри Закроем пароизоляцией Бэшкой Это прям ну целлофанка То возможность выветривания У нас остается только во внешнюю сторону Поэтому с улицы мы закрываем Это все ну ветробарьером Или вот высокодиффузионной мембраной Ну в общем обычная Ашка И соответственно минвата у нас идет на стену Минимум 70 плотности Потому что иначе она будет оседать Какой бы он упругий не был Все равно он со временем осядет Если у него недостаточная плотность То если вот вы ставите Ну вот как бы целиком Без разгрузки То есть у вас идет утеплитель от низа до верха И никаких перемычек То это все осядет И вверху будет здоровенная щель Ну лет через 5-10 Если вы разгружаете То у вас будет на каждой перемычке Маленькая щель Но щелки все равно будут Поэтому лучше как бы не экспериментировать Херней не заниматься Покупать нормальный утеплитель Нормальной плотности Не вестись на какие-то разводы торгашей Ну и шабашников каким-нибудь Потому что конечно с мягким утеплителем Работать гораздо удобнее и быстрее Вот в прошлом видео про это Довольно таки подробно рассказывал Ну а в общем-то ничего тут сложного Как бы отмеряем Вырезаем нужный нам кусок И его вставляем Режу обычным ножом Вот таким вот широким Лезвие по-моему 25 у него На вот когда новое лезвие Ну целиковое в смысле ни разу еще не обломанное На толщину десятки оно вполне себе вот Еще даже чуть-чуть места остается Поэтому новые лезвия лучше не ставить Если лезвие острое Оно режет хуже Поэтому вот у меня одно лезвие Оно прям четко для утеплителя Утеплитель порезал Лезвие это снял Там в ящик кинул И оно вот только для утеплителя Ему вот уже Ну год-то наверное точно И всегда вот только им режу Оно вот уже Не знаю видно, не видно Ну то есть оно уже шероховатое Там и носик уже чуть скругленный Потому что режешь по дереву Со временем естественно Там и гвозди где-то зацепишь Еще чего-то Но оно режет лучше чем новое Поэтому новое лезвие для резки утеплителя Никогда не ставьте Вот одно И им все время пользуйтесь И соответственно взяли рулетку Отмерили Отметили Ну вот я отмечаю так То есть вот воткнул нож чуть-чуть И вот так его разошелся Чтобы вот эта вот рисочка была видна Потому что если просто вот так отрезать То вот так вот чуть-чуть там Или ее не видно А когда чуть-чуть в сторону Ну развел И видно Соответственно со второй стороны Взял какую-нибудь Либо рейку Либо уровень Либо провило Пофигу чего Главное чтобы было ровное Положил и отрезал И получается ровненько Ну причем как отрезал То есть первый раз прошел Просто наметил Потом провило убрал Нож чуть поглубже утопил Прошел уже Как бы наметил Чтобы у нас был Четко вертикальный Перпендикулярный срез И третьим разом Уже на всю глубину Вот так вот дрынь И все У нас кусок отрезан Пошли его монтировать С мягким утеплителем Конечно гораздо проще То есть его Он и режется проще И подгонять его особо не надо Потому что ну он мягкий Его можно Если чуть-чуть Меньше отрезал То можно чуть-чуть разжать Если больше отрезал То поджать А вот с плотным утеплителем Такого Ну не получится сделать Поэтому режем Очень аккуратно Точно в размер И когда делаем наш каркас То так как ширина утеплителя Ну стандартная Обычная Она 600 на 1200 Поэтому Вот Ширину вот этих вот ячеек Куда будем закладывать утеплитель Надо При возможности Если это не влияет на конструктив То делать под утеплитель Потому что гораздо проще Это все будет делать Потом когда вот утепляем Соответственно Если мы берем плотный утеплитель То пролет Вот ширину вот этого вот Лоска в который будем вкладывать утеплитель Делаем на 5 миллиметров меньше Если сделать еще меньше Утеплитель плотный Не вобьете Это точно совершенно Вот даже на полу Если делаешь 595 Его приходится ногами втрамбовывать Если сделаешь 590 Он не влезет Просто То есть придется подрезать Но это опять же время Плюс неплотный Стык получится Потому что Ну как На заводе все равно Ровно четко не отрежете И вот так вот И вот так вот получается Срез Но все равно Стараемся сделать аккуратненько Чтобы у нас Примыкание утеплителя К обрешетке Было Максимально плотным Потому что любая щелка Это все привет Это будет задувать Выхолаживаться И в принципе Вот если Совсем накосячить То Можно сказать Что оно утеплено Что оно не утеплено А если Получилась щелка И туда вот забивать Это гораздо хуже Почему? Потому что Вот когда мы вкладываем утеплитель Он должен стоять Вот Вот как он есть То есть он должен быть Не распушен И не поджат Потому что Ну как бы Если кто-то в школе учился Физику помнит То утеплитель греет За счет того Что внутри волокон Находится воздух То есть греют Ну тепло сохраняют И препятствуют Выходу тепла на улице И входу холода с улицы Не сами вот эти волокна А именно воздух Который между волокон находится Если мы его распушаем Мы делаем Что воздуха там больше То есть сама система Она уже работает хуже И не дает Именно той теплоемкости На которую мы рассчитывали А если мы ее спрессовываем То воздуха становится меньше И то же самое То есть утепление От нашего проектного Будет гораздо ниже Поэтому нельзя Ни сжимать Ни наоборот распушать Некоторые думают Что как бы вот если Там например Утеплитель шириной 600 А я его запихну В 500 То он будет там Гораздо теплее Ни фига Наоборот Он будет гораздо холоднее Чем мог бы Если бы вы его вложили В нормальную Вот это вот Пространство Как положено Поэтому тоже имейте ввиду Когда вот утепляете Особенно первый раз Или не знаете там То Желательно выдерживать Размеры четко Шаг между обрешеткой Именно такой Как утеплитель Чуть-чуть с поджимом Если утеплитель Совсем мягкий То Я делаю Обычно меньше На 1 сантиметр Получается по 5 миллиметров С каждой стороны И мягкий утеплитель Туда в распор Так нормально Входит Без каких-то Серьезных поджимов А вот серьезные поджимы Это плохо Желательно Такого не допускать И если там Что-то лучше Подрезать Переделать Но сделать нормально Потому что потом Ну это аукнется Понятно что На большой площади Если там 1-2 Каких-то вот Косичка Оно в итоге Заметно Ну в принципе Особо-то и не будет А если Косичков этих много И еще другие Косички подбираются И еще И еще И еще И в итоге В целом Как бы Ну халтура Поэтому лучше Этого не делать Ну и в итоге Вот То есть Если мы Делаем десятку То потом Сверху Делаем пятерку На перекрест Чтобы нам Закрыть все Деревяшки Все мосты Холода И плюс Обязательно Режем утеплитель Так чтобы Закрывать Предыдущий шов То есть Вот видите Вот там В серединке У нас вот Один кусок И снизу Второй кусок То следующим Утеплителем Вот мы будем Его класть поперек Мы обязательно Вот этот шов Закроем И также Вот эти все швы Мы тоже закроем Чтобы Сами швы Они сквозными Не были Потому что Любой шов Как бы Ну это вероятность Какой-то щелки И так далее Плюс со временем Есть вероятность Что особенно Вот мягкий утеплитель Он чуть подсядет Тоже Плюс дерево Оно дышит Будет расширяться Сужаться За счет этого Могут щелки Какие-то Где-то образоваться Микрощели Опять же Есть всегда И везде Микротрещины Поэтому А когда вот Делаем перехлест Перекрестное Скажем так Утепление То мы Вот все Все вот эти Вот возможные Негативы Мы уже Как бы На этапе строительства Перекрываем И их уже не будет Они не сплывут Ну и соответственно На потолке Все то же самое Только Ну где-то Вот у меня Проволока Натянута Там в сенях У меня идет Обрешетка Под потолок Поэтому сверху Естественно Удобнее Когда сверху То есть С чердака Утеплитель Забиваем Ну Записываем Монтируем Потому что Снизу Ну просто Охренеешь Особенно Если Как бы Шаг идет Вот у меня Здесь он 595 То есть Утеплитель Встает Довольно-таки В распор Если снизу Я бы охренел А сверху Просто его положил Ну так Чуть по диагональке И на нем Потоптался Он вниз Ушел Прямо до проволоки Все С проволокой Он соприкоснулся Топтание Прекратили И потом Второй кусок То же самое В перехлест То есть Вот этот шов У нас Перекрыт Там целым листом И там дальше Шов где-то Вот там То есть У нас швы Тоже идут С разбежкой И когда Вот если Проволоки нету А монтаж Будет потом Уже чего-то То тоже Не бойтесь Потому что Если Щели нету И вы Как бы Нормальную Ширину Сделали То утеплитель Когда вы его Туда впихнули Он уже Дальше не пойдет Потому что Ну вот Волокна Они идут Вот так вот То есть Они идут Как-то вот Поперек Поэтому Когда Вот вы его Ну а тут Предположим Вот стоит Обрешетка Соответственно Вы когда Его вниз Пихнули У вас Волокна Чуть-чуть Вот так вот Поджались То есть Они вот так Вот как бы Вывернулись И они Встали Вспор Соответственно Вверх Уже Катастроф Катастрофически Сложно Надо брать Ну на мой На мой взгляд Ну на мой взгляд Осталось Осталось Отсечки Утеплить Это хуже Потому что Ну Оптимальный вариант Это холодный чердак Это лучше И для помещения И для кровли Но Зато Конечно Придется Туда Расстаться Вот с той площадью Которую Можно было бы Использовать Поджилье Ну Тут Как бы Тоже И свои Плюсы И свои Минусы Поэтому Каждое решение Принимает Сам Ну Вот Как-то Так